Беседа 33, 295, Деяния, 15-13. После же того, как они умолкли, начал речь Яков и сказал, мужи и братья, послушайте меня. Симон изъяснил, как Бог первоначально призвел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое. И с ним согласны слова пророков, как написано. Яков был епископом Иерусалимской церкви, потому он и говорит последнее. Здесь исполняется сказанное, при устах двух или трех свидетелей станет истинно всякое слово. Посмотри на благоразумие его. Он подтвердает свое слово новыми учителями и древними пророками, так как он не мог указать на какое-либо событие, подобное Петру и Павлу. И хорошо устрояется, что это произошло через тех, которые не намеревались остаться в Иерусалиме. А этот Яков, поучающий их, не был подчинен им, хотя и не отделялся от их мнения. Что он говорит? Мужи, братья, послушайте меня. Некоторые говорят, что этот Яков есть тот самый, о котором упоминает Лука 5.10. Иные, разумея, другого, соименного ему. Тот ли он или другой, нет, нужно их следовать. А только следует принять, как необходимо, и то, что сказано им. Мужи, братья, говорит он. Велико смирение этого мужа, и совершенно это речь. Она полагает конец делу. Как прежде Бог посетил принять от народов людей, хотя он издавна был известен, но как не был непререкаем, не будучи древним, то присовокупляет древнее пророчество и говорит, «Потом обращусь и воссоздам скиню Давида упадшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам и исправлю, чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя Мое, говорит Господь, творящий все сие». Как? Разве Иерусалим не был возобновлен и после опять не был разрушен? Но не об этом он говорит здесь. О каком же, скажешь, он говорит возобновление? О том, которое было после плена Вавилонского. «Ведомы Богу от вечности все дела его». От вечности. Непререкаемы слова его. Здесь говорит, нет чего-либо нового, но все предизображено от начала. Затем следует его мнение. Посему я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от осковерненного идолами, от блуда, удавленной и крови, чтобы не делали другим того, чего не хотят себе. Ибо закон Моисея от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу. Так как они еще не слыхали из закона об этом предмете, то он прилично приводит изречение из закона, чтобы не показалось, что он нарушается. Но смотри, он не допускает их выслушать это от закона, но от себя самого. То есть я рассуждаю так, полагаю, то есть выслушав от меня самого, не от закона. Потом постановляется общее решение. Тогда апостолы и пресвитеры со всей церковью рассудили избравшие среди себя мужей послать их в Антиохию с Павлом и Варнавой, именно Иуду, прозываемого Варсавой и Симона, мужей, начальствующих между братьями. Смотри, они не просто постановляют это, но чтобы решение было достоверным, и чтобы прибывшие с Павлом не подвергались подозрению, посылают тех от себя. И смотри, как сильно они укоряют противников в своем послании. Написавшие и вручившие им следующее. Апостолы и пресвитеры и братья, находящимся в Антиохии, Сирии и Килики, братьям из язычников радоваться. По елику мы услышали, что некоторые, вышедшие от нас, смутили вас своими речами и поколебали ваши души, говоря, что должно обрезаться и соблюдать закон, чего мы им не поручали, обречения достаточного неразумия тех и достойной кротости апостолов, которые не сказали ничего более. Но мы, собравшись единодушно, рассудились с бравшим мужей послать их к вам с возлюбленными нашими Варнавой и Павлом, человеками, предавшими души свои за имя Господа нашего Иисуса Христа. Итак, мы послали Иуду и силу, которую изъяснят вам тоже и словесно. Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени боли, кроме всего необходимого. Чтобы показать, что не самовластно, что это всем изволилось, что они пишут это с рассуждением, он и говорит так, избранных от нас мужей. Следовательно, это не человеческое учение, если Духу так было угодно. Опять называет закон бременем. Потом делает оговорку касательно следующего. Итак, воздерживайте от идола жертвенного и крови. По-славянски. Разве нужных сил огребать от идола жертвенных и удавленных и блуда? Новый закон этого не предписывал. Христос нигде не говорит об этом, но они заимствуют это из закона. И удавленный говорит, здесь запрещается убийство. Итак, отправленные пришли в Антиохию и собравшие людей вручили письмо. Они, запросчитавшие, возрадовались о всем наставлении, потому что показывает, что и те утешали их, писатель присовокупляет. Иуда и Сила, будучи также пророками, обильным словом преподали наставления братьям и утвердили их. Потом, чтобы показать, что и те утешали их, писатель так и говорит. 296. Прекратились несогласия и распри, потому утвердив их, они отошли с миром. С Павлом у них были и состязания, но Павелу после того учит. Так в церкви не было никакой надменности, но великое благочиние. И смотри, после Петра говорит Павел, и никто не останавливает его. И Яков ожидает и не выступает вперед, хотя ему предоставлено было первенство. Ничего не говорит здесь Иоанн, ничего и прочий апостол, и хотя молчат, но не огорчаются. Так душа их была чужда тщеславия. Но обратимся к вышесказанному. После же всех начал говорить Яков. Сначала говорил Петр сильнее, а потом этот короче. Так всегда нужно поступать тому, кто имеет большую власть у коризны, предоставлять другим, а самому говорить с большей кротостью. Хорошо он сказал. Симон изъяснил. Как бы и тот выражал мнение других. Смотри, насколько древним он представляет это дело. Не просто избрал, но о имени своем, то есть во славу свою, не стыдится назвать славой имени его принятие язычников. Так как это большая слава, здесь он указывает на нечто великое. На что же? На то, что они, говорит, приняты прежде всех. А за этим, говорит, обращусь и воссоздам в кинью Давида, упадшую. Кто рассмотрит внимательно, тот найдет, что царство Давида стоит и теперь. Если царствует потомок его, то, конечно, существует его царство. Какая польза от зданий и города, когда нет подданных? И какой вред от разрушения города, когда все готовы отдать за него души свои? Таким образом, оно не только стоит, но еще сделалось знаменитей всех, потому что прославляется теперь во всей Вселенной. Исполнилось одно, должно исполниться и другое. Сказав, и создам, прислал купляет и причину. Для чего это именно? Чтобы прочие человеки взыскали Господа. Если город восстановлен для того, что кто произошел от них, то очевидно, что причиной создания города было призвание язычников. Кто эти, прочие? Те, которые остались тогда и непринятыми. Но смотри, он соблюдает порядок и поставляет их на втором месте. Говорит Господь, творящий все сие. Не только глаголит, но и творит. Следовательно, призвание язычников есть дело Божие. Впрочем, дело шло о другом, как выразил ясно и Петр. О том, что не должно обрезываться язычникам. Для чего же ты говоришь это? Они не то говорили, что не должно принимать их, когда они веруют, но то, что должно принимать с соблюдением закона. Петр хорошо объяснил и это. Но так как это более всего смущало слушателей, то Яков опять обращает на это внимание. И смотри, то, что нужно положить за правило, не соблюдать закона, доказал Петр. А о том, что свойственно нам и давно было принято, говорит Яков. И особенно останавливается на том, о чем ничего не было писано, чтобы врачевать ум их напоминанием о допущенном. Удобно доказать и это. Посему я полагаю не обременять язычников, обращающихся к Богу. То есть не отвращать их. Если Бог призвал, а соблюдение закона отвращает их, то в этом случае мы воюем против Бога. Хорошо Он сказал обращающихся язычников, показывая темы Божьей о них смотрение, свыше их покорность и готовность к призванию. Что значит? Полагаю. Иначе сказать, со властью говорю, что это так. Но заповедовать им, говорит, чтобы они отвращались от идоложертвенного. Хотя это касается предметов телесных, но необходимо воздерживаться от них, потому что они производили великое зло. А чтобы кто-нибудь не возразил, почему мы не предписываем того же иудеям, он присовокупил. Ибо Моисей от родов древних по всем городам проповедующих имеет. То есть Моисей непрестанно говорит им об этом, что и означает слова по все субботы читаемые. Смотри, какое снисхождение. В чем закон не причинил вреда, в том апостол оставил его им наставникам, а между тем даровал благодать ни в чем не стесняющую, повелев иудеям повиноваться ему во всем и не подчиняя ему верующих из язычников. Таким образом, чем, по-видимому, почтил его и удержал власть его над своими, тем самым устранил от него язычников. Почему же они, иудеи, не научаются от него? По своему непокорству. Отсюда он показывает, что им ничего более не следует соблюдать из закона. Если же им не предписывается об этом, то не потому, чтобы они должны были соблюдать что-нибудь более, но потому, что они имеют учителя. Не сказал он не соблазнять их или превращать, как сказал Павел, к галатам, но не обременять, чем означается не иное какое-либо действие, как только отягощение. Таким образом, он разрешил все. По-видимому, он заповедует соблюдать закон, потому что из него заимствуют эти предписания. Но в действительности, он отрешил от него, заимствуя только это. Часто было говорено им об этом, но говорит и он, чтобы показать, что он уважает закон, и при том говорит не от лица Моисия, а от лица апостолов, и для исполнения многих заповедей избрал одну, это особенно успокоило их. Итак, самое разногласие произошло по смотрению Божьей, чтобы после разногласия учение сделалось более твердым. Тогда, говорит писатель, угодно было апостолам, там уже нарочитые, послать братьев, никаких-нибудь, но нарочитых, посылает после избрания. Сущих в Антиохии, Сирии и Киликии, где народилась болезнь, 299, смотри, как они не говорят против тех ничего оскорбительного, но заботятся только об одном, чтобы исправить случившееся. Это и расположило тамошних возмутителей принять решение. Не сказали, вы прельстители, губители и тому подобное. Когда нужно было, то Павел поступал так, например, когда он говорил о исполненной всякой неправды. Но здесь, когда дело было уже исправлено, не было в этом нужды. И смотри, не говорит, что некоторые от нас повелели вам соблюдать закон, но возмутили вас словами развращенными. Невозможно выразиться точнее. Никто не сказал бы так хорошо. Души, говорит, развращающие, утвержденных уже, как бы в здании, перелагая уже положенные другими, которого мы им не повелевали, если они возлюбленные, то не пренебрегут ими, если предали души свои, то они достойны доверия. Послали, говорит, Иуду и Силу. И следовало явиться не одному только послание, чтобы не сказали, что сократили определение, сказали одно вместо другого. Похвала, приписанная Павлу, заградила ему ста, потому и отправляется не один только Павел или Варнава, но и другие от церкви, чтобы не смотрели на него с подозрением, так как он держался того же учения и не одни только постные из Иерусалима. Показывает, как они достойны доверия. Они не превозносятся, говорит, не столь неразумны, потому и прибавил предавшими души свои ради Господа нашего Иисуса Христа. А почему сказал так угодно Духу Святому и нам? Тогда как достаточно было бы сказать Духу Святому? Духу Святому сказано для того, чтобы не подумали, что это человеческое учение, а нам для того, чтобы внушить, что и они сами принимают это, хотя и принадлежат к обрезанным, чтобы не возлагать иного груза, иной тяготы. Говорят, это потому, что обращают речь к людям немощным и находившимся в страхе, потому и прибавляют это. Но в то же время показывают, что определение является не по снисхождению, не потому, будто щадили их, как немощных. Напротив, великое было тогда уважение к учителям, но потому, что это было бы излишним бременем. Смотри, как кратко послание и не заключает в себе ничего лишнего, ни хитросплетений, ни умозаключений, но только определение. Оно было законоположением Духа. Бременем же называют закон в разных местах. И опять собравший народ, послали послание. Показывает, как они были достойны доверия, мог сделать это и Павел, но следовало и им. Пробывши там некоторое время, они с миром отпущены были братьями к апостолам. Уже нет распри, нет разноклассия. Тогда, мне кажется, они приняли десницы апостолов, как сам Павел говорит, и подали Варнаве и мне руку. Говорит так же. И ничего не приложили, не наложили никакого дополнительного ига. Потому что они приняли его мнение и с уважением одобрили. Показывает, что и по человеческому соображению, а не только от Духа, можно видеть, что язычники совершали грехи неудобо исправимые. Это не требует разумления Духа. Показывает так же, что прочее не необходимо, и даже излишне, если только это необходимо. Чтобы они соблюдали себя, говорит, и делали добро, выражает, что этого достаточно для них и ничего более не нужно. Можно было заповедовать и без послания, но чтобы закон был заключен в письмени, они пишут послание. И опять, чтобы было это повиновение закону, и они тем говорили, и те исполняли, и с миром. Да не соблазняют и нас еретики. Смотри, сколько было соблазна в начале Ивановской проповеди. Не говорю о внешних, эти ничего не значили, но о внутренних. И во-первых, Анания, потом Ропот, затем Симон Волк, потом Негодование на Петра Закорнилия, затем Голос, и наконец, это самое главное из зол. Действительно, как скоро является какое-нибудь добро, то невозможно, чтобы не примешивалось и зло. Не будем же смущаться, если некоторые соблазняются, но и за них будем благодарить Бога, что Он делает нас более опытными. Не скорби только, но и самые искушения, не скорби только, но и самые искушения делают нас более славными. Держащиеся истины, если никто не совращает его, не был бы крепким любителем истины, а когда многие совращают его, тогда он делается славным. Что же, не для этого ли и бывают соблазны? Не говорю, что будто бы Бог производит их, да не будет, но он и через это зло благодетельствует нам, хотя сам отнюдь не желает его. Да, им, говорит он, чтобы были они едины, и если же бывает соблазны, то и они нисколько не вредят им, но приносят пользу. Как мученикам невольно приносят пользу те, которые влекут их на мучения, а Бог отнюдь не побуждает их к тому, так и здесь. Не будем же взирать на то, что многие соблазняются. То самое и служит знаком превосходства нашего учения, что многие притворно подражают ему, ведь если бы оно не было хорошо, то они не представлялись бы подражающими. Раскрою это яснее. 301. Благовонные масла имеют подделатели, как, например, лист омома. Так как они редкие и нужны, то и бывает много поддельных. Никто не станет подделывать что-нибудь другое из вещей дешевых. Так и чистая жизнь имеет многих подделывателей. Никто не решится казаться пребывающим в нечистоте, но пребывающим в иночестве. Что же мы будем отвечать Еленам? Вот приходит Елен и говорит, я хочу быть христианином, но не знаю, к кому присоединиться. У вас много несогласий, распри, великое смятение. Какое мне избрать учение, какое предпочесть? Каждый говорит, я содержу истину. Кому верить, когда я совершенно ничего не знаю в Писаниях? И те, и реки представляют то же самое. Точно это бывает между нами. Но если бы мы говорили, что нужно верить умствованием, то ты справедливо мог бы смущаться. Если же мы говорим, что нужно веровать Писанием, которое просто истинно, то тебе легко найти требуемое. Кто согласен с Писаниями, тот христианин, а кто не согласен с ними, тот далек от этого правила. А что если он придет и скажет Писание говорит так, а ты говоришь другое, и вы изъясняете Писание иначе, извращая смысл их. Но скажи мне, разве ты не имеешь ума и рассудка? Как я могу судить, не знаю ничего вашего? Я хочу быть учеником, а ты уже делаешь меня учителем? Если он так скажет, то говори, что мы будем отвечать. Как убедим его? Спросим, не притворство ли это и предлог? Спросим, осуждает ли он Еленов? Во всяком случае, он скажет что-нибудь, потому что не осуждая их, не пришел бы к нам. Спросим о причине, почему он осуждает? Потому что не напрасно же осуждает. Он скажет как известно, потому что боги их суть твари, а они бог не создан и хорошо. После этого, если он найдет тоже в иных ересях, а у нас противно это, нужно ли говорить более? Все мы исповедуем, что Христос есть бог. Посмотрим же, кто с этим согласен и кто не согласен. Мы называем его богом и говорим о нем достойное бога, что он имеет власть, что он не есть раб, но свободен, что он творит все сам собою, а иритик напротив. Опять спрошу, когда ты хочешь научиться врачебному искусству, то скажи мне, просто ли и как случилось принимаешь преподаваемое? У врачей много мнений. Если просто будешь принимать все, что не услышишь, то этого недостойно мужа. Если же с умом и рассуждением, то без сомнения научишься доброму. Мы называем его сыном и точно так признаем, как говорим. А еретики называют так, но не исповедуют. Сказать теснее, они имеют некоторых людей, по имени которых называется, то есть по имени своего ереси начальника. Такова каждая ересь. А у нас не человек какой-нибудь дал нам название, но сама вера. Итак, с твоей стороны почему ты, когда хочешь купить одежду, то хотя и не знаешь ткацкого искусства, не говоришь таких слов, я не умею купить, меня обманывают, но употребляешь все, чтобы сделать со сведущим. Когда хочешь купить и другое что-нибудь, то всячески стараешься получить верные сведения, а здесь говоришь это. Судя по этим словам, ты вовсе не хочешь принимать ничего. Пусть тот, кто не имеет никакого учения говорит, что ты говоришь о христианах. Так много их и столько различных содержат учений. Один елен, другой иудей, иной христианин. Не нужно принимать ни одного учения, потому что не противоречат друг другу. Я ученик, не хочу быть судьей, не могу осуждать ни одного учения. Но у тебя такой предлог не имеет места. Если ты был в состоянии отвергнуть ложное, то будешь в состоянии пришедшей сюда ценить и истинное. Кто не осуждает никакого учения, тот легко скажет это. Но осудивший какое-нибудь, хотя он еще не избрал ничего другого, с течением времени может узнать нужное. Не станем же притворствовать и изобретать предлоги. Все легко. Если хочешь, я покажу тебе, что это только предлог. Ты знаешь, что должно делать и чего не должно. Почему же делаешь не то, что должно, а чего не должно? Делай, что должно, и с правыми мыслями проси от Бога. И Он, конечно, откроет тебе. Бог не смотрит на лицо, говорит Писание, но во всяком народе боящийся его и делающий правду приятен нему. Кто слушает без предрассудка, тот не может не убедиться. Как в том случае, когда если какое-либо мерило, по которому можно определять все, не требуется больших рассуждений, а легко обличить измеряющего неверно. Так и теперь, отчего же не видят, много содействует тому предрассудки и человеческие побуждения. Но скажешь то же самое и они об нас говорят. Как? Разве мы отделились от церкви? Разве мы имеем ереси начальников? Разве мы называемся по имени людей? Разве есть у нас какой-нибудь предводитель, подобно как у них, у того Маркион, у другого Манихея, у иного Арии, а у иного еще какой-нибудь начальник ереси? Хотя и мы имеем известное название, но не имеем начальников ереси, а предстоятелей наших и правителей церкви. Мы не имеем учителей на земле, да не будет, а имеем изограждающие муста. Много было еленов, и никто не предлагал таких вопросов, и у философов было тоже, но это не препятствовало никому из тех, кто имел здравое учение. Потому и о иудеях не говорили, когда они занимались этим, что между ними есть такие-то и такие-то, кому из них нам следует верить? Но верили как должно. Будем же и мы покоряться законам Божьим и во доколе продолжаем настоящую жизнь. Чтобы, прожив добродетельно остальное время нашей жизни, мы могли получить благо, обетованное любящим Его, и сподобились чести с угодившим Ему благодати человеколюбим единородного Сына Его и Всесвятого и Животворящего Духа, единого и истинного Божества, ныне и пресно и во веки веков. Аминь.